Снова доброе утро, напоминаю программу «Новый день» в эфире. Сегодня 4 августа, четверг, и по четвергам не только новые фильмы в прокат запускаются, но в нашем городе новая выставка открывается, которая называется «Best of Russia». И это выставка фоторабот. Это большой всероссийский проект, где существуют конкурсные отборы, и об этом проекте нам сейчас поведают наши утренние гости в студии. Лина Краснянская, куратор проекта «Best of Russia» и исполнительный директор Центра современного искусства «Винзавод». И Наталья Ударцева, сокуратор проекта «Best of Russia» и директор школы визуальных искусств. Доброе утро. Доброе утро. Собственно, это такая большая выставка, перед которой был год отбора работ со всей страны. Правильно я понимаю? Да, мы отбираем работы не год, немного меньше. Жюри работает в очень напряженном режиме, буквально месяц. Но за это время они выбирают лучшие снимки с огромным количеством присланных. Больше 20 тысяч прислали в этом году, а на выставке около 300. 22 тысячи фотографий и география, я так понимаю, вся страна. Более шести сотен городов. Это правда. И не только города, но и деревни, села, маленькие поселки городского типа. Заполярный круг, Владивосток, Сочи, Краснодар, Калининград. Участвуют все, присылают самые разные кадры. И, Наталья, по каким номинациям удается распределить это огромное количество фотографий? Ну, обычно те, кто присылают, они сами определяют номинации. Мы можем только скорректировать чуть-чуть, если человек ошибся. Но это основные номинации на протяжении всего существования проекта. Это природа, природа России в разных ее проявлениях, состояниях, красота нашей Родины. И вторая номинация, не менее популярная у фотографов, это «Люди, события, повседневная жизнь». Третья номинация – «Архитектура», четвертая – «Стиль». И каждый третий, уже третий год, существует специальная тема. В этом году она звучит как «Война и мир внутри нас». Выставка, получается, такая насыщенная, 300 работ по, получается, пяти темам. И, я так понимаю, этот проект уникальный для нашей страны. Точно, да. Много проектов появляется в последнее время, но мы были первыми, и мы показываем всю жизнь. И, как Наталья сказала, это и природа, и архитектура, и то, что человек видит каждый день на улице лица людей, какие-то события, которые личные или, может быть, большие, политические или общественные. Это красивые девушки, постановочные кадры для модных журналов. И это такая в этом году волнующая тема, как «Война и мир внутри нас». Мы формулируем каждый год новую тему. У нас были разные исследования, свадьбы, похороны были, про работу, профессию мы рассказывали. Теперь вот про какие-то внутренние ощущения, которые происходят в каждом из нас. И я так понимаю, что выставка – это путешествует? Эта выставка путешествует. Мы начинаем в Москве, отправляемся в Калининград. Сейчас мы в Перми, а дальше, Наталья, когда мы? В Новосибирск. Я так понимаю, далеко не всем городам России повезло так, как в Перми. Да, нужно большое выставочное пространство. Это должно быть музейное пространство, потому что и по оформлению, и по уровню работы музейного статуса. Поэтому, мне кажется, нужно всем городам расширять площады, чтобы мы туда приехали. По поводу музейного статуса и эти прекрасные работы, после того, как они путешествовали по небольшому количеству городов, где есть достаточно большие музеи для того, чтобы вместить 300 работ в достаточно большого формата. Где-то их можно еще увидеть? Может быть, альбомы какие-то издаются? Конечно, мы каждый год издаем альбом. В этом альбоме все фотографии победителей. Альбом получают победители проекта, и мы его дарим, и продаем. И, конечно же, те люди, которые приходят к нам на выставку, редко уходят без альбома, потому что можно унести с собой частичку выставки, посмотреть, рассматривать дома спокойно. Очень красивое, большое здание коллекционное. И я думаю, что пермикам, если они будут в Москве, будет удобно, интересно его приобрести, посмотреть. Это такая увесистая летопись. Есть заядлые коллекционеры, которые собирают, отслеживают, очень волнуются, если у них какого-то года нет, спрашивают, звонят. Вообще, вот Винзавод, когда инициировал этот проект, он как раз и подумал о том, что здорово было бы запечатлеть, сохранить для наших потомков жизнь страны в фотографиях. Потому что это все-таки не телевизионная передача, а книга – это такая штука, которая останется навсегда. И спустя годы можно посмотреть, как прожила десятилетие большая страна. И это очень любопытно. Я думаю, что через 20-30 лет это будет такое раритетное, интересное, такое экскурсовое наше прошлое. Которое приятно будет подержать в руках, поскольку издание, судя по всему, очень эффектное. И я так понимаю, что, как и многие проекты в Музее современного искусства Пермэм, сопровождаются некоторым количеством мастер-классов образовательным каким-то моментом. Здесь у нас тоже, я так понимаю, после открытия сегодняшнего в 6.30 будет встреча с фотографом. Да, в полу-восьмого. Надеюсь, что все придут, посмотрят, послушают. У нас будет в гостях победитель неоднократного проекта «Бастов Раша», канадский фотограф французского происхождения Паскаль Димон, репортера, фото-журналист, и он расскажет о том, каково это снимать в России, и какая есть специфика, какие были интересные штуки с ним происходили, случаи, история. Я думаю, что будет очень любопытно. И в течение всей выставки будут мастер-классы для подростков, и для любителей фотографий, лекций, дискуссий. Я думаю, что всем обязательно нужно приходить в бульвар Гагарин, 24, в Пермэмлэе, посмотреть, что будет. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и поделиться этим информацией. Спасибо вам большое.